Количество участников первомайских демонстраций по Крыму побило рекорды предыдущих лет. Поучаствовать в праздничном шествии вышли больше 70 тысяч людей. Половина пришлась на Симферополь. Колонны шли с 10 утра и почти до часа дня. Республика Крым в числе еще 142 стран сегодня отмечает День трудящихся. Мир, труд, май! Больше 10 оркестров, машины, троллейбусы и даже уборочная техника вместе с многотысячными колоннами участников прошли по главной улице Симферополя. Из старых традиций все те же огромные бумажные цветы и транспаранты. Только гневные требования на них сменили праздничные надписи. То, что было много лет назад в Америке, когда это все начиналось, когда защищались права, сегодня это все уже ушло. Конечно, он носит политический характер, это праздник мира и труда, как говорят. Но это просто возможность людям встретиться, обменяться впечатлениями. Здесь на демонстрации часто встречаются люди, которые целый год не виделись. В колоннах не только трудовые коллективы и профсоюзы. Кто-то приходит с семьями. Екатерина Акиншина участвует в шествии с двумя дочками. Младшей всего три месяца. Женщина отмечает, настроение у всех прекрасное. Ну, этот праздник еще с детства, вы знаете, с флажками красными, с шариками. Очень такой трепетный, радостный, весенний, не знаю, такой же, как и солнышко сегодня, теплый и хороший. Под знаменами России и Крыма и демонстранты, и зрители. Старшее поколение отмечает, такого единения в первомай давно не было. У нас вот эти, в Украине вы же прекрасно знали, как ходили. Заставляли, фактически никто не ходил. Сейчас, вот смотрите, что делали в прошлом году и в этом году. Прямо все стараются идти. Даже, вот знаете, не надо заставлять. Понимаете, все довольны. Первые лица республики приветствуют всех на площади Ленина. Нет только главы Крыма Сергея Аксенова. Он на параде в Москве. А вот председатель Госсовета уже в середине праздничного действа отмечает, впечатлен сильно. Что касается всего Крыма, то тоже побит рекорд. Уже предварительную цифру пересекли на 11 часов порядка 70 тысяч. Я думаю, цифр это еще будет больше. Ура, товарищи! Одна из самых многочисленных колонн под красными флагами Коммунистической партии – Крымское отделение КПРФ. Принять участие в Первомайском шествии для этих людей – дело чести и добрая традиция. К слову сказать, стали единственными в процессе, кто заявил о своих требованиях. Транспаранты в руках участников рассказывают о самых насущных проблемах. Невозможно поступить в ВУЗ без денег, устроить ребенка в детский сад и многое другое. Мы хотим, чтобы Крым наш процветал, чтобы заработали предприятия, заработало сельское хозяйство, чтобы были рабочие места. А будут рабочие места, значит люди будут получать зарплату, а соответственно будут, получая зарплату, будет возможность не только выживать, а спокойно и приобретать жилье, и отдыхать, и жить в свое удовольствие. Крымское отделение КПРФ поддерживает всех тех, кто вышел на демонстрацию в этот день. Партия выражает особую поддержку желающим пройти в праздничной колонии на Украине. Как рассказал первый секретарь регионального отделения КПРФ Олег Соломахин, там, мягко говоря, не советуют проводить мероприятия. Однако люди вышли наперекор. Такое рвение вызывает уважение. КПРФ солидарна со всеми трудящимися мира. Однопартийцы с особым трепетом относятся к празднику 1 мая. В колонии шествуют и молодые, и взрослые, школьники, и ветераны. Радость, веселье, солнце, свет над головой мир. Так как мы уже больше года в составе Российской Федерации, в этот день, наверное, мы должны быть еще более тесными, более близкими друг с другом, чтобы сделать очень много хороших дел на благо нашей огромной Родины России. Это один из самых великих праздников для нашей Родины, Отечества нашего. Мы очень горды, что принимаем участие в такой демонстрации. Рядом с ветеранами, рядом с рабочими, кружениками. Это наш праздник из-за советских времен, где мы могли пообщаться с людьми, выразить свои взгляды на жизнь, политические взгляды. Украшением праздничного шествия стала колонна артистов Крымского академического русского драматического театра имени Горького. К публике выехали два кабриолета. В одном – художественный руководитель театра Анатолий Новиков, а в другом – Екатерина Великая и Григорий Потемкин. Ура! После парада в разных уголках города продолжились праздничные мероприятия, в основном – концерты. Светлана Квитко, Юлия Попович, Роман Ананьев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.